Последний трагический случай гибели актюбинского рабочего произошел в октябре. Слесарь компании «Стройдеталь» сорвался с мостового крана. Упав с высоты 10 метров, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Это был слесарь, байрак Сергей Яковлевич, «Стройдеталь». Они поднялись вдвое, помогал ему еще второй. Тот, который был рядом, уже поднялись наверх, поставили ящик вот этот противопожарный. Первый пошел, метров 6-7 прошелся, тут уже крики внизу женщину услышали. И вот байрак упал с высоты, а этот, который рядом был, он даже не увидел. Он только увидел тогда, когда он упал. В данном случае позволяли, допустим, были все, ну новый кран, мостовой кран, там есть защитные площадки и высота, все было замерено 80 сантиметров. Их ширина 50 сантиметров, допустим, данный мостового крана. Через него буквально упасть это невозможно. Инспекция департамента выявлены множественные случаи, когда работодатели в течение нескольких месяцев не выплачивали заработную плату работникам. В этом году было проведено более 630 проверок государственных и частных учреждений. В государственных инспекторами труда проведены внеплановые проверки, 430 проверок, то есть в ходе которых были выявлены различные нарушения трудового законодательства, области безопаса охраны труда, а также занятости населения. 125 должностных юридических лиц привлечены к административной ответственности в соответствии к кодексу об административном правонарушении на сумму 16 миллионов тенге. В результате у работодателей выявлено свыше 700 миллионов тенге долга по зарплате. Из них на сегодняшний день 620 миллионов уже погашено. Всего же в течение года в результате проверок организации было выявлено более 1200 нарушений трудового законодательства. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт».